День пограничника Расскажем обо всем подробно Акция «Мы вместе» прошла в Сарове уже третий раз Продуктовые наборы из рук волонтеров получили горожане, попавшие в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии Малообеспеченные или многодетные семьи В пакеты, которые добровольцы доставили по адресам, входили самые необходимые продукты Подсолнечное масло, крупы, консервы, чай, соли, сахар Получили мы эти наборы из Министерства социальной политики Их поступило пока 102 В ближайшем будущем ожидаем еще штуку 90 Так что, я думаю, все люди, которые очень нуждаются и находятся без средств существования Получат необходимый продуктовый набор Волонтеры соблюдают все необходимые требования безопасности Носят маски и перчатки, избегают близкого контакта с получателями продуктов Артем Белавин первый раз присоединился к акции Молодой человек считает, что в это непростое время помощь нуждающимся нужна как никогда Для меня важно помогать людям, мне это важно и интересно Я хочу это делать, потому что ситуация такая сложная в стране Ну и как-то не могу оставаться равнодушным к этому Хиду передают горожанам из списка, который формирует управление социальной защиты на основании доходов Кроме того, разного рода помощь оказывают и другим категориям граждан Люди не брошенные И мало того, мы не только по спискам управления социальной защиты разносим продукты Но еще и по заявительному принципу У нас есть небольшой запас продуктов, которые мы можем вот таким остро нуждающимся гражданам доставить На тот период, когда у них, скажем, отсутствует пенсия и они не успели получить Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в Центр социального обслуживания населения Специалисты помогут в том числе восстановить потерянные документы, связаться с родственниками, обеспечить уход По всем вопросам обращайтесь по телефонам 6 94 41 и 6 94 39 Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24 Для кого-то пандемия обернулась безработицей, а для кого-то открыла новые возможности для развития Перестраиваться и выходить из зоны комфорта пришлось каждому Если вы решили поменять род деятельности или вынужденно остались без работы Карьерный консультант советует оценить свои компетенции на рынке вакансий Может быть просто как-то переформатироваться Допустим, если это туризм, то что сейчас прям говорили, что он упал-упал Поначалу он упал-упал и все были в шоковом состоянии, не понимали, что им делать А сейчас те, кто хотел, они потихоньку развиваются, переходят в онлайн Проводят какие-то онлайн экскурсии Проводятся как-то другие мероприятия Кто-то что-то пишет для каких-то порталов Важно проанализировать рынок и понять, какая отрасль сейчас наиболее популярна Постараться подтянуть компетенции, которые в ней востребованы На пике сейчас фармацевтика, IT и SMM-сферы Розничная торговля, которая работала или смогла переформатироваться в онлайн Кул-центр, он практически не пострадал, наоборот, поскольку интернет-магазины развиваются Их становится все больше и больше, им нужно все больше и больше туда сотрудников Соответственно, кул-центры растут Доставка в связке водитель, курьер, все вот это вот Соответственно, это тоже вот прямо сейчас на пике С одной стороны, соискателей стало больше Соответственно, конкуренция возросла С другой, повысился и спрос на конкретные услуги Тот, кто хотя бы частично работал в сети и накопил опыт, сейчас легко ориентируется Сейчас появились вакансии Причем с каждым днем их больше и больше Сейчас они появляются в разных областях абсолютно Топ-менеджеров ищут активно на какие-то производства и перепроизводства То, что решили вдруг расширяться и поняли, что сейчас их время То есть процесс идет Есть и вакансии, есть и сокращенные люди, кто вышел там в силу определенных причин на рынок В любом случае не стоит сидеть сложа руки и впадать в уныние Те, кто в период пандемии будут активно развивать актуальные навыки И непрерывно искать подходящее место, обязательно трудоустроятся Дарья Козина, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24 Последний звонок в этом году выпускники услышали лишь с экранов телефонов и компьютеров Масштабный праздник прошел в онлайн-формате Школа «Росатом» организовала для выпускников из городов присутствие видеотрансляцию В прямом эфире виновников торжества поздравили Мальбек и Сюзанна, Глеб Калюжный, Мия Бойко Артисты исполнили свои песни в специальной студии Ведущий Дмитрий Бигбаев узнал у гостей, как прошли их школьные годы и последний звонок Сюзанна, а ты помнишь что-нибудь из школьной поры? Я помню только то, что я покрасила волосы в красный цвет, выбрила висок И я была в белом брючном костюме в двойке Я не хотела очень платье, у меня был костюм и с рубашкой жабо Это было эксцентрично, как для 2012 года Зрители также смогли задать вопросы исполнителям в режиме онлайн В общем чате выпускники устроили виртуальную перекличку Видеоконференция торжественную линейку, конечно, не заменит Но школьники стараются не раскисать Позитивный настрой сохраняется до последнего, но ожиданий было от него больше И все-таки, наверное, каждый выпускник с начала 11 класса надеялся на нормальный последний звонок Все-таки, что мы встретимся все вживую с одноклассниками Потом это все как-то отметим Но получилось вот так За самые лучшие вопросы и поздравления организаторы раздавали памятные подарки с символикой Росатома Олег Ильичев считает, что несмотря на обстоятельства онлайн-праздник прошел на достойном уровне Это очень забавно, так как я считаю, что как раз такой должен быть и последний звонок во всех школах Как у Росатома, потому что там все организовано И смотреть приятно на тело Ну, грустно от того, что ты не видишь, не можешь сказать слова какие-то своим учителям Слова поддержки, что они промучились с нами 11 лет Последний звонок в интернете – еще одна возможность для участников попрощаться со школой Вспомнить с одноклассниками лучшие моменты, проведенные вместе Выпускники украшают комнаты, записывают челленджи, снимают видеопоздравления учителям Детографы 11 класса поздравляют учителей с последним звонком и передают вам спасибо за Терпение Труд За знание И как говорил наш классный руководитель Здравствуйте, спасибо, извините, до свидания Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24 Детские досуговые центры и развлекательные студии закрылись одними из первых С конца марта без работы сидят администраторы, аниматоры, ведущие диджея Представители этой отрасли могут претендовать на финансовую поддержку со стороны правительства Однако она полностью не перекроет расходы на аренду, коммуналку, зарплату и другое Когда стало понятно, что болезнь не уйдет за неделю или за две Представители ивент-индустрии решили искать новые формы общения со своими клиентами Это невозможно, потому что мы без денег, нам нужно как-то существовать и выживать Но даже не это нас волновало, нас волновало то, что дети, которые попали в эту ситуацию Которые ждали этого праздника, а он у них раз в год, они остались без этого праздника совершенно И кроме как вот дома, они больше ничего сейчас делать не могут Мама подарила им подарок, заказала где-то в магазине, да, она принесла его, предположим, доставили Она ему подарила и все Один из вариантов, который придумали сотрудники агентства, стал квест Задание присылали родителям по почте, маму с папой в домашних условиях его проводили Ребенок искал свой подарок и так создавалось праздничное настроение Однако живого общения все равно не хватало, тогда аниматоры стали осваивать интернет-пространство Артист приезжал сюда в офис, забирал костюм, реквизит Выстраивал у себя дома эту сцену, мизансцену, задний фон и созванивался с мамой И вот когда он начал выходить с ребенком на связь, эти ощущения, когда ребенок уже начинал радоваться Маму быстро поймали И дальше мы начали делать в Инстаграм прямые эфиры абсолютно бесплатные Чтобы детки прям вот понимали и любили эту онлайн-анимацию Юлия уверена, что за онлайн-анимацией будущее Полноценного живого общения она не заменит Это все равно, что смотреть спектакль в записи Но тем не менее опытный артист может наладить контакт с ребенком и через интернет Онлайн-анимация открывает новые границы, в том числе и географические Однако не все агентства готовы на такой шаг Ну, наверное, это связано, что все-таки онлайн-анимация требует большего затратника, внутреннего профессионализма, чем вот просто выйти и с ребенком отработать Здесь ребенок, до него нужно прям достучаться, прям вот его добиться, этого ребенка, внимания Он еще плохо иногда видит, связь она прерывается, иногда ты не слышишь И это нужно прям вот ребенка держать своим вниманием Поэтому здесь ты должен быть прям профессионалом Как считает Юля, открыться и начать полноценную работу ивент-агентства, особенно детские, смогут не скоро И пока непонятно, в каком формате и как будут проводить праздники после пандемии Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24 Тем, кто планировал отдых за границей или на отечественных курортах, турагентства предлагают несколько вариантов Перенести поездку на осень или даже следующий год, либо ожидать возврата средств К сожалению, возвратов, так как нет оперативной деятельности живой, а также все и туроператоры, и турагентства на самоизоляции Естественно, пока никакой финансовой деятельности нет Деньги за путевку вернут полностью И все же, по мнению специалистов, лучше путешествие перенести В таком случае турист сможет сэкономить средства на будущий отдых при росте курса доллара и евро Возврат, естественно, в рублях, но если у нас идет речь о переносе тура То он будет в эквиваленте той валюты, которая на момент оплаты Соответственно, это тоже выгодно, потому что курс у нас очень здорово взлетел То есть здесь экономия определенно есть И тенденции к тому, что отдых будет дешеветь, нет Пока уменьшения количества заболевших нет, говорить о возобновлении путешествий не приходится Некоторые российские курорты, у которых есть своя лечебная база, готовятся принимать туристов с 1 июня Но и здесь есть свои нюансы Ростуризм с Роспотребнадзором договариваются, в каком виде этот будет Потому что не получилось бы так, что мы открылись Потом пришел Роспотребнадзор, наложил огромные штрафы То есть нужны алгоритмы работы Пока четкое видение этих алгоритмов, я думаю, санатории не все видят Южное взморе уже написало нам, приглашаем вас и ваших туристов Санаторий Заполярье в том же Сочи Говорит, нет, мы к 1 июня не работаем Страны Евросоюза тоже постепенно открывают границы Испания, Португалия и Греция готовы принимать туристов Открыли границы, но россиян там пока не ждут То есть в первую очередь границы будут открыты для граждан Евросоюза Кипр нас пока не ждет Турция официально с 1 июня открывается Но россиян там будут ждать не раньше 15 июля Испания открывает с 1 июля уже для всех свои границы То есть открываются пляжи То есть я думаю, что... Но здесь второй вопрос, когда выпустят нас Потому что у нас все-таки ситуация сложнее Чтобы быть уверенным в путешествии Следует консультироваться со специалистами И приобретать путевки только в проверенных туристических агентствах Бонвояж уже 17 лет помогает определиться с удачным направлением И организует лучший отдых по всему миру Подробную информацию по доступным вариантам на сезон 2020 Можно узнать по телефону 37300 Пытаясь продать ненужные им вещи через интернет Граждане могут по незнанию или по невнимательности Стать жертвами мошенников Злоумышленники втираются в доверие к людям Используя самые разные уловки Например, начинают торговаться за товар Выясняют какие-то нюансы Садают много вопросов Просят дополнительные фото Делают все, чтобы продавец расслабился И принял их за обычных покупателей Жертвой таких мошенников стала и Лидия Шулаева Я даже не думала в сторону мошенников Потому что это был нормальный диалог продавца с покупателем И в какой-то момент она попросила Чтобы я скинула более детальные фотографии товара И попросила сделать это в WhatsApp Оставила номер телефона В этот момент бот сайта прислала предупреждение Об опасности перехода в другие мессенджеры Потому что там могут быть мошенники И отследить их будет невозможно Но переписка все-таки продолжалась в WhatsApp В какой-то момент покупательница написала Что все оплатила и Лидии надо проверить Дошли ли деньги Лидии пришла смска из банка Где было указано, что происходит списание Полные суммы и код подтверждения Не прочитав все сообщения, она ввела нужные цифры И только после того, как со счета сняли деньги Лидия поняла, что по невнимательности Стала жертвой мошенников Это одна из десятков распространенных схем Которые злоумышленники используют на сайтах Где граждане продают или покупают вещи Также часто мошенники создают липовые порталы магазинов Наши жители Города Саров Заказывают на интернет-ресурсах Различную продукцию Делают стопроцентную предоплату И в итоге Либо не получают продукцию Либо получают продукцию не того качества Которого бы хотелось Вещь, которая стоит действительно Как они думают, что Десять тысяч рублей А приходит вещь копеечная Которой стоимости такой нет Эти случаи имеют место быть Продолжаются, поступают заявления Также по-прежнему полиция продолжает Фиксировать сообщения о злоумышленниках Которые звонят на телефоны горожанам И представляются сотрудниками банков Мошенники говорят, что со счета абонента Происходит несанкционированное списание средств И чтобы его установить, необходимо назвать данные карты Код подтверждения за СМС Никогда представители финансовых утверждений Тем более банков Не будут звонить на сотовый телефон И просить какую-либо информацию Зачастую это все происходит в отделениях Либо в офисах банков Где оформляется документация Всегда звонят только мошенники Никто никогда звонить не будет Прошу убедительную просьбу Не поводиться на поводы Не сообщать никаких персональных данных Своих банковских карт Кроме того, сейчас мошенники пытаются Подключать номера телефона К банковской услуге Для дистанционного резервирования счетов Внимательно читайте все сообщения Которые приходят на телефон И не сообщайте никому код подтверждения Екатерина Опенова, Сергей Рябов Служба новостей, Саров, 24 По оценкам специалистов Около 10% людей страдают от аллергии На осиный яд По статистике, один ребенок из 100 Подвергается риску развития Анафилактического шока после атаки осы Для здорового человека Смертельная доза осиного яда Равна 500 укусам насекомого Но для аллергика Который страдает от мучительной реакции На яд ос Даже один укус может привести К трагическим последствиям Человек может и не подозревать Что у него есть аллергия на этих насекомых Чаще всего тяжелые последствия Укусы ос вызывают у детей Если мы не знаем То мы внимательно за ребенком наблюдаем Не отмахиваемся от его жалоб Если вдруг ребенок становится бледненький Вяленький Вдруг начинает засыпать В нетипичное для него время Настораживаемся И очень быстро обращаемся в приемный покой Если есть небольшой отек Вместе укуса можно не беспокоиться Как правило Достаточно дать антигистаминные препараты Обработать место укуса Насторожить должно появление Сильных отеков Спазмов Сухого кашля Трудностей с дыханием Рвоты, слабости и головокружения Тяжелую аллергическую реакцию Могут вызвать также укусы оводов и пчел Развиваются симптомы достаточно быстро Истинная классика аллергии Это реакция немедленного типа От момента, когда вы съели аллерген Или вас укусил аллерген Или вы медикаментозно получили аллерген До момента, когда развивается клиника Проходит от полутора-двух минут До получаса В случае анафилактического шока Или отека к венке Незамедлительно обращайтесь За медицинской помощью Ожидая медицинскую бригаду Пострадавшего нужно уложить Поместив ноги на уровне выше головы Не нужно пытаться ковырять рану Чтобы найти жало Его оставляют только пчелы Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков Служба новостей Саров, 24 Змею Глеб Петрунин встретил на озере Филипповка Несколько дней назад Там он гулял вместе со своими родителями Сначала не поняли вообще, что за змея Ну прям огромный Около водоем грелся на солнышке Была солнечная погода Шурша не услышал Так голову повернул в нашу сторону Мы там замерли И так обратно на солнышко Ну я не очень боюсь змей Правда непонятно, что за змея Там гадюка или уш Но оказалось уш Мы таких больших еще не видели, конечно Уже достаточно часто встречаются В Нижегородской области Попадаются в лесах, на дачах И вблизи водоемов Они безобидны В отличие от гадюк Которые тоже обитают на территории региона Гадюки выбирают открытые участки Опушки, вырубки, болота И заброшенные дома Особенно опасны ядовитые змеи В середине весны Когда выходят из спячки в поисках еды Нужно быть просто внимательнее Смотреть под ноги И все будет хорошо Потому что встреча с гадюками Прямо с гадюками Со Степной и с Никольского Очень маленький процент Но он есть Потому что люди же Они же не знают Как определять змей Для них все Все, что не уш Обыкновенное Для них все гадюки Если вам повстречалась змея То специалисты советуют Не паниковать Ее стоит обойти стороной Либо поменять маршрут передвижения Ни в коем случае Нельзя загонять змею в угол Допустим, получилось так Что змея Встала в агрессивную позу И делает какие-то броски Нужно понимать Что первый бросок Он как предупредительный выстрел Да И она предупреждает Что не нужно со мной связываться Не трогай меня Я могу быть опасна Вот А уже последующие броски Могут быть уже опасны Но бывает такое Что гадюки И в принципе ядовитые змеи У них есть такой пустой укус То есть соответственно Они могут укусить И не впрыснуть ядь Отличить ядовитую змею От обычной просто Два ярких, желтых Или оранжевых пятна По бокам головы Уж Погремушка на хвосте Или два изогнутых зуба В передней части В верхней челюсти Гадюка Ирина Вашегородцева Евгения Шевцова Александр Мальков Служба новостей Саров 24 Своеобразный детский лагерь Создают организаторы На базе технопарка Кванториум Саров Обычно это живое общение Юных участников С наставниками и спикерами Лекции, мастер-классы Разработка проектов И их реализация Этим летом Инженерные каникулы Стартуют в онлайн-режиме В основном у нас Направленность инженерно-техническая Но так как это лагерь Мы детям нашим Пытаемся разнообразить Их время пребывания Каждое утро у нас проходят Зарядки в разном формате Очень интересные и активные Также мы пытаемся Прокачать все софт Компетенции детей Мы пытаемся Их личностный рост задействовать Поэтому у нас происходят Различные мероприятия Как управлять временем И так далее Наставники общаются Со школьниками В социальных сетях Выкладывают теоретические Материалы Делятся ссылками На информационные ресурсы И дают задания Которые ребята Смогут выполнить В домашних условиях Каждая смена Завершается Защитой проектов Свои идеи Дети смогут Воплотить в жизнь После снятия ограничений Наши наставники Сделали так Чтобы дети смогли Из своих домов Так как они сейчас Имеют различные Не у всех хорошие К сожалению Возможности С интернетом И с мощностью компьютеров Выполнять какие-то Важные задания Дети могут С помощью своих компьютеров Установить там Рабочий стол Нашего оборудования И уже делать проекты С нашими наставниками Которые будут у них По итогу На руках Соответственно Когда закончится Сложившаяся сейчас Обстановка В конце они могут прийти И забрать то Что они сделали В процессе обучения Активные ребята Получают баллы Квантики Которые потом Могут обменять на призы Количество участников Проекта не ограничено Присоединиться К инженерным каникулам Может школьник Из любого уголка страны Зарегистрироваться И познакомиться С расписанием программы Можно в группе Кванториума Саров Вконтакте Там же С 15 августа Появится информация По набору На обучение В следующем году Дарья Козина Евгения Шевцова Сергей Рябов Служба новостей Саров 24 Более 30 лет жизни Владимир Григорьев Отдал служению Родине В погранвойска Он попал В 1995 Сначала его Отправили в Забайкалье Потом В Закавказье В Нагорный Карабах Неспокойное место Где постоянно Происходили боевые стычки Постоянные нарушения Границы С той С другой С другой С другой С другой С другой С другой Приходилось Часто Подниматься И днем И ночью Выходить На рубежи Государственной Границы Защищаться И на нас Всякие Нападки Были Что мы не даем Свободно жить Это было В известные Времена Своими Воспоминаниями О службе Владимир Валентинович С удовольствием Делится За школьниками И студентами В составе Общества ветеранов В пограничных войск Он занимается Патриотическим Воспитанием Молодежи Рассказывая им О подвигах Тех Кто стоит На страже России Еще один Активный Участник Общества Александр Гусихин Он непрофессиональный Военный Срочную службу Проходил в пограничных Войсках Вместе со своим Братом В Мурманской области Холод Дикий холод Потому что Мурманской области Это самая крайняя точка Уже там Граница Норвегия Финляндия Зимой Как там Летом говорят Холодно А зимой Очень холодно Полярный день Полярная ночь Но все Как полагается В тех краях Годы службы У Александра Прошли довольно спокойно Один раз Его отряд Срочно вызвали На прорыв Государственные границы Нарушителя Быстро поймали Обычно В день пограничника Ветераны собираются На торжественный митинг Посещают воинские захоронения Проезжают с лагами По улицам И встречаются В неформальной обстановке С руководителями города В этом году Пришлось обойтись Бесшумного празднования Пограничники Только возложили цветы К памятнику Воинам-интернационалистам Екатерина Опенова Евгения Шевцова Александр Мальков Служба новостей Саров-24 Педагоги детской школы искусств Покоряют международные вершины Дарья Кварта Стала лауреатом второй степени На конкурсе Вокал-сити Он проводился в Париже Дистанционно Конкурсантам нужно было Записать видео С живым выступлением И отправить его организаторам Дарья выбрала для исполнения Композицию Ариоза матери Анатолия Новикова Я люблю более неизвестные Композиции Избитые Не очень люблю Хотя тоже мне они нравятся Но исполнять Больше люблю Что-то такое Не очень известное Во-вторых Она мне очень нравится Это очень красивая музыка И из-за самоизоляции Отменили все концерты В школе Я должна была готовить концерт 9 мая Хотела спеть здесь На концерте Но так как не получилось Хотя бы записала видео С этой песней С композиции Ариоза матери Саровчанка Также стала лауреатом Первой степени На международном конкурсе Яркий взлет Музыкой Дарья занимается С шести лет Сейчас на счету Исполнительницы Многочисленные награды Сольные концерты И выступления На одной сцене С метрами оперы Любовь вокалистки К классике Неизменна на протяжении Всей карьеры Я академический певец И поэтому вообще Все равно Я больше люблю Что-то связанное С оперой С классикой Романсы Арии Рахманинов Там Чайковский Мне нравится Свиридов То есть что-то такое Конечно я могу Петь эстраду Но эстрада Опять же Больше приближенная К классике Преподавание Реализации себя Как артиста Не мешает Утверждает Дарья Регулярно выступая И участвуя в конкурсах Она показывает Пример воспитанникам Которые тоже Становятся победителями На всероссийских И международных Вокальных состязаниях Дарья Козина Константин Островский Сергей Рябов Служба новостей Саров-24 Участковый Уполномоченный Сотрудник ГАИ Территория УВД Поделки из картона Пластилина И пенопласта Смастерили Юные саровчане Для конкурса Полицейский дядя Степа Он проводится Министерством Внутренних дел Уже восьмой раз На региональном этапе Лучшей признали Работу саровчанки Виктории Гликман На городской этап Конкурса Полицейский дядя Степа У нас поступило 17 работ По положению Конкурса Три из которых Мы должны были Направить на Региональный этап На региональном Этапе конкурса Принимало участие Более 60 Работы Из разных Районных Центров В нашей области В результате Конкурсная комиссия Стоящая из Членов общественного Совета Главного управления Нижегородской области Выбрала работу Виктории Гликман В изготовлении поделки Второклассница Использовала Пенопласт И фоамиран Вдохновлялась девочка Образами Из одноименного Мультфильма Когда я пересмотрела Мультик Дяди Степы То я придумала Сделать Дядю Степу Добрым Смелым Это дядя Который охраняет Везде покой В мультике Он был высоким Поэтому я Дядю Степу Сделала высоким А девочку Маленькой Саровские полицейские Вручили победительнице Почетную грамоту И наборы для творчества Работа Виктории Гликман Прошла в финальный этап Где представлены Лучшие изделия Со всех регионов страны Поддержать Юную Саровчанку В конкурсе Может любой желающий Проголосовав За ее поделку На официальном сайте МВД России До 18 часов 31 мая Дарья Козина Константин Островский Сергей Рябов Служба новостей Саров-24 В этом году Традиционная Научная лаборатория Открытий В библиотеке Имени Пушкина Работать не будет Но сотрудники Создали новый Виртуальный проект Лето с Пушкинкой Юные читатели Смогут на расстоянии Участвовать В интерактивах библиотеки Будет включать Тоже разные события У нас допустим Предусмотрена Библиотечная игротека Самые разные темы То есть мы стараемся Учитывать интересы читателей Мы знаем Что ребятам интересно Что-то кстати Предлагают сами ребята Потому что у нас есть Очень активные Юные помощники Также ребята Примут участие В творческих мастер-классах И флэш-мобах Посетят познавательные встречи И посмотрят онлайн-концерты А для самых маленьких читателей Сотрудники библиотеки Приготовили рубрику Веселая котовасия Это полу-театрализованное Такое действие Которое ведет Внучка кота-ученого Кошка Василиса И ее юная помощница Кира То есть ребенок И взрослая кошечка Вот это вот проводят И это как правило Чтение какой-то книги И игра с этой книгой Проект Лето с Пушкинкой Стартует 1 июня Принять в нем участие Может любой желающий Достаточно зайти В группу ВКонтакте Пушкинка Саров Или на официальный сайт библиотеки Ирина Вышегородцева Евгения Шевцова Сергей Рябов Служба новостей Саров 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин